Всем привет! В этом видеоролике я решил переделать превью такого ютубера как Криосан. Я думаю из вас много кто его знает. Перед началом видео, как всегда, не забудьте подписаться на канал. Также не забывайте подписываться на мой телеграм-канал по ссылке в описании. Туда я солью PSD этой превью. Также на Boosty ты у меня можешь найти в скором времени эксклюзивный контент, поэтому переходи туда и подписывайся. Я уже добавил уровень подписки. Первый он стоит 50 рублей в месяц. Не так-то много, при том, что я буду туда сливать всякие эксклюзивные PSD-шки, которых не будет у меня в телеге и в видео, да? И помимо этого будет еще много других приколюх, поэтому переходи и подписывайся обязательно. Также ты можешь заказать у меня превью в моей группе ВКонтакте. Ссылочка есть в описании, но я не буду затягивать. И начинаем наш видеоролик. Итак, вот такую превью я нашел, и она мне показалась прикольной, и я решил ее переделать и доработать как-то. Вот такие сходники я взял. Это исходники самого Криосана и каких-то людей. Тотем какой-то шаманский, не знаю, какие-то талисманы, что ли. Фиг его знает, если честно. И копье. Также я решил взять вот такой фон. Это у нас какой-то лес, что ли. Он просто есть похожий на превью Криосана, поэтому я решил взять такой же. И давайте теперь начнем расставлять нашу композицию. Для начала давайте наших персонажей выделим и расставим как нужно. Я предлагаю Криосана сделать больше этих двух персонажей, потому что, ну, это как-то выглядит не очень, когда по центру персонаж маленький, а два других как бы больше, чем средний. Берем инструмент перо и вот так вот просто выделяем наш исходник. Преобразуем в смарт-объект, чтобы качество не портилось. И теперь просто его вот так увеличиваем. Вот где-то так, чтобы его голова не заходила за рамки превью. Теперь давайте вырежем исходники по отдельности вот этих персонажей. Вот этот исходник мы кидаем сюда. Копье мы тоже закидываем, не знаю, куда-то вот. Давайте его вот так отразим. И закинем за вот этот исходник. И вот эту, так скажем, какую-то веревку мы просто закидываем вот сюда, куда-то на фон. И все, теперь вот эту штуку мы можем убирать. И вот такая композиция легенькая у нас получается. Теперь я вот думаю, добавлять ли сюда какой-то текст. Я думаю, что все-таки давайте добавим. В общем, как-то вот так я решил по-интересному расположить текст. Мне первый вариант не понравился. И я сделал как-то так. Ну, в принципе, смотрится достаточно необычно. Теперь можно накинуть какой-то стиль на наш текст. И начинать обрабатывать наши исходники. Короче, вот какой-то такой я стиль накинул на наш текст. В принципе, довольно-таки прикольно выглядит, как по мне. Теперь под наш текст можно накинуть какой-то небольшой тени, чтобы он более-менее выделялся. Вот как-то так. Я думаю, будет нормально, в принципе. Чуть-чуть можно подтереть, чтобы не так прям темно было. И, в принципе, вот как-то так у нас выходит. Теперь, я думаю, давайте, может, на задний фон добавим какого-то дымка. Вот такой исходник дыма я нашел. Создаем слой маску. Нажимаем Ctrl-I. И вот так вот белой кистью просто проходимся. И создаем такую легкую дымку. Уменьшаем непрозрачность немного. И поверх наших персонажей, но не поверх текста, тоже добавляем этот дым. Тут можно чуть подтереть, чтобы этот дым не сильно залазил на наших персонажей. Чтобы он тут был слегка наверху, да, так скажем. И, в принципе, как-то вот так у нас получается. Талия фон можно чуть-чуть подразмыть. Вот прям совсем немного. Вот как-то, я думаю, вот так. И, в принципе, все. Теперь мы можем как-то пытаться обрабатывать наши исходники. И когда мы как-то вот так обработали более-менее наши исходники, можно приступать к нашему контурному свету. За нашими персонажами создаем карту градиента. Я уже показывал в прошлых видеороликах, как это делается. В общем, на этом моменте, когда я начал делать превью, контурный свет, я понял одно, что я сделал полную хрень. И я решил переделать превью. Вот. Я просто понял, что я передушнил немного контурным светом. Поэтому я такой смотрю и что-то не то. Да, я потратил час времени в никуда. Ну, а что мне поделать еще? Вот. Ну, если вам понравится и этот вариант, вы можете написать потом в комментариях. И я выложу и эту PSD-шку. Прямо сейчас вы увидите ускоренную версию, как я переделал свой контурный свет. Ну, а сейчас отправляемся переделывать контурный свет. Погнали! В общем, вот такой контурный свет минималистичный у меня получился. Я постарался сделать его не вырвиглазным. И, в принципе, скажу честно, мне эта работа нравится больше, чем первый вариант. Но тут уже, как говорится, на любителей. Если вам нравится первый вариант, такой яркий, насыщенный, с переполненным контурным светом, то, как бы, пожалуйста. Но мне больше нравится вот такой вариант. Короче, давайте теперь сделаем цветокоррекцию. И все, как бы, PSD-шка будет у меня в телеге. Погнали! И по итогу вот такая работа у меня получилась. Мне она нравится, как я уже сказал, больше, чем первая работа, которая у меня получилась. Потому что она довольно-таки минималистичная. Тут нет ядерного контурника. И, в принципе, тут все аккуратненько и простенько. Какая работа вам нравится больше всего, первый вариант или второй, обязательно пишите в комментариях. Но я уже свое мнение сказал. PSD-это превью будет у меня в телеге. Обязательно туда подписывайтесь. Переходите туда. Там, помимо этой PSD-шки, еще куча других PSD. И там, в основном, вся информация по поводу моего канала, видео, PSD-шек, всяких приколюх и так далее. Также не забывайте про подписку на мой Boosty. Подписаться вы можете бесплатно. Скоро я начну публиковать контент туда, как для платных подписчиков, так и для бесплатных. Уже там есть первый уровень подписки за 50 рублей. Вы можете его оформить и получать доступ к уникальному контенту, которого не будет тут и в телеграм-канале. Также подписывайтесь на группу ВК. Там вы можете заказать у меня превью. Ну, а на этом все. Спасибо за просмотр. Всем удачи. И, как всегда, до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok